Семья, всем привет! Сочи, Краснодарский край. У нас 17 января 2022 года. Продолжаю подыскивать квартиру для Андрея. Вы помните, у нас, конечно, обязаловка является статус квартира. И нам в идеале, конечно, минимум полуторка, а лучше двухкомнатную полноценную квартиру. И вот я нашел двухкомнатную полноценную обалденную квартиру. Реально обалденную. И по локации на улице Виноградной. И вид, ребята, на море. Но статусом жилое помещение. Посмотрите, 11 этажей и статусом жилое помещение. Больше пяти лет в собственности. Ребята брали в ипотеку, брали у застройщика. Уже все полностью выплатили, рассчитались. И даже сейчас ипотека пройдет. Поэтому, если у кого-то ипотека, нет проблем, можно пробовать. Но в данном случае у нас наличка. Может быть, Андрей все-таки передумает и рассмотрит такой вариант. Потому что, конечно, статусом квартира в такой локации за 12 миллионов рублей 61 квадратный метр не купить. Я сейчас поднимусь, покажу вам квартиру. Квартира реально обалденная. Там две изолированные спальни. Там у нас отдельный изолированный санузел, ванная комната. Там у нас ребята пристроили, сделали себе балкон. Хоть он, конечно, и не видовой, а смотрит на соседний дом. Но, тем не менее, вид из окон спален, прямой вид на море. Пускай не глобальная панорама, конечно, но очень хорошо видно море. И локации, ребята. Это улица Виноградная. Поэтому все в пешей доступности. И магазины. И меня, знаете, что смущает? Здесь рядом по соседству у многих статус квартира. Ну, вот, знаете, в свое время, знаете, у кого как получилось. Здесь статус жилое помещение, проблем нету, прописка. Все счета разделены. Там газовая колонка. Вы сейчас посмотрите индивидуальное отопление у всех. То есть, абсолютно беспроблемный юридический и технический дом. Поднимаюсь, показываю вам сейчас подъезд, лифт и, собственно говоря, непосредственно саму квартиру. Имейте в виду, это у нас получается 199 с копейками за квадратный метр. С учетом того, что там ремонт, мебель, техника. Это абсолютно отличная цена. Переворачивай. Так, покажу вам еще раз, как выглядит дом. Вот таким вот образом у нас выглядит дом. Как и известно в Сочи, вот, пожалуйста, машина-место. Нежилые помещения. Точнее, машина-места в виде нежилых помещений. Выкупается, там делается квартира. Там живут люди. Только что оттуда человек вышел. Он там проживает. Так, вход в подъезд у нас один. Видеонаблюдение у нас, пожалуйста, по периметру дома. Вот в том доме я продавал квартиру. И вот соседний дом, статус квартиры. Здесь жилое помещение, а это статус квартиры. Ну, вот так вот, разнобой здесь, собственно говоря. Ну, с этой стороны тоже по классике вот так вот выглядит. Все, захожу в подъезд и, соответственно, иду показывать. Так, при входе домофон набрали, дверцу открыли. Почту забрали, на диванчике посидели. Консьержки здрасте сказали. Подошли к лифту. Вызвали. Свет включили. Лифт вызвали. Сели. Нажали восьмой этаж. Поехали. А лифт это очень хорошо. Ну, для Сочи так точно. Ну, сейчас покажу вам и квартиру, собственно говоря. Так, при входе, значит, смотрите, мы попадаем в коридор. С левой стороны у нас достаточно большой гардеробный шкаф. Вот так вот здесь оформлена входная группа получается. Места более чем предостаточно. Дальше поехали. Изолированный санузел. Ванная комната. Спальня. Далее вторая спальня. Кухня. И еще у нас есть бонусом балкон, ребята. Бонусом балкон, еще раз. Обратите внимание. Вот таким образом выглядит входная группа. Дальше. Отдельно у нас санузел. Очень все прилично. Раковина есть. Можно зеркальце, если вам необходимо, сюда повесить без проблем. Шкафчики, заметьте, есть. Так аккуратненько встроенные. Дальше. Ванная комната. На всей площади теплый пол. На всей площади, включая коридор, абсолютно везде теплый пол. Спальник, конвекторы. Вот так вот выглядит ванная. Сочетание белого, черного, серого. Более чем приемлемо. Вот так вот удобненько сделаны шкафчики. Здесь у нас стиралочка. Ну, ребят, более чем все удобно. Напор огроменный для Сочи. Необычный очень. Очень необычный. Так, две изоливанные спальни. Сначала взрослую. Так, спальня номер раз. Спальное место. Вот так вот шкафы здесь тоже. Обратите внимание. Вид из двух спален на море. Здесь, обратите внимание, тоже шкаф, рабочая зона, телевизор. Девочкам, чтобы таскать с утра наряжаться. Вот. И вид, ребята. Вид, пожалуйста, вид у нас на море. На море. Вид на море. Так, и спальня. Сейчас покажу вам спальню номер два, чтобы вы увидели. Так. Спальня номер два. Ну, как бы это тоже детская, взрослая. Тоже несколько шкафов. То есть, удобно все спланировано, на самом деле. Также аналогичный вид на море. Огромный телевизор. Вся мебель, вся техника остается. Абсолютно все, если у вас ребенок. Тем более удобно вам тут и кроватка. Здесь уже у нас конвекторы висят. В квартире очень тепло. Очень тепло. Очень уютно. Очень интересный дизайн. Значит, еще раз. В принципе, несмотря на то, что у нас наличка, в данном случае, ипотека тоже проходит. Вот так вот выглядит кухня. Что важно для самого главного, для хозяйки. Это у нас посудомоечная машина. И она здесь тоже есть. Пожалуйста, газовая плита, духовка. Индивидуальное газовое отопление. Вы сами регулируйте, пожалуйста, по газовому котлу, сколько вам поставить градусов. Горячая вода. Все как положено. Все коммуникации центральные. Проблем никаких юридических и технических абсолютно нет. Очень удобная, просторная, полноценная, двухкомнатная квартира. Еще с изолированной ванной и с изолированным самым узлом. Бонусом ребята, так сказать, пристроили себе балконную зону. Она хоть, так сказать, и смотрит здесь так частично на крыше соседних домов, но она никому не мешает. И, в принципе, у вас, получается, есть еще дополнительное пространство. Квадратов 7 где-то, где вы можете, вот тут даже диван стоит. А так вы можете здесь складировать все, что вам угодно. Сплиты есть, все есть. Ребят, отличный, отличный вариант, я считаю. Отличный вариант за эти деньги. Просто отличный вариант с учетом, так сказать, локации и всего остального. Я считаю, необходимо обратить на него внимание и принять какое-то решение. 100%. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok